На Чебоксары равняться. Наш город был признан лучшим на Всероссийском форуме дошкольных работников. Федеральные эксперты отметили высокий уровень работы в сфере образования детей-инвалидов. Это лекотека, то есть группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. С каждым ребенком здесь проводятся индивидуально-коррекционные занятия. И таких групп в Чебоксарах становится все больше. Опыт такой работы был отмечен на федеральном уровне. Но педагоги пошли еще дальше. И по их мнению, если особенные дети будут заниматься вместе со здоровыми, результат будет еще лучше. Опыт развития инклюзивного образования города Чебоксары был представлен на Всероссийском съезде дошкольных работников города Чебоксары. И федеральные эксперты отметили, что именно опыт города Чебоксары в этом направлении на шага два уже опережает другие регионы. Это было очень приятно слышать. Руководством города было сейчас принято решение, что при открытии новых дошкольных учреждений уже создавать условия именно для таких детей, для особенных, которые бы наряду с обычными детьми могли находиться в детском саду. В детском саду номер 7 города Чебоксары есть пандус для въезда детей-инвалидов и даже лифт. Детский сад созвездия можно назвать образцово-показательным. Здесь созданы все условия для малышей с ограниченными возможностями здоровья. Дети плавают в бассейне, отдыхают в сенсорной комнате, занимаются творчеством в музыкальном зале. Было страшно, с рук не слезали. Но вот сейчас постепенно, конечно, они все друг к другу привыкают, начинают активно заниматься. Вот и достаточно хорошие сдвиги в плане здоровья и интеллекта, вообще очень хорошее развитие. Мы ходим сюда где-то второй месяц. Нам, конечно же, очень нравится. Общается с детишками, у нас уже идет привыкание. Наконец-то мы начну учить делиться с игрушками и все подобное. Очень хорошо педагоги занимаются, помогают детям очень. А все равно логопеды, психологи, вообще все замечательно. Нам очень понравилось здесь. На базе детского сада номер 7 опробируется программа интерактивного сопровождения. С детьми, которые по состоянию своего здоровья не могут посещать садик, специалисты занимаются по скайпу. Что это лук? Овощ или фрукт? Овощ. В чью картинку мы положим лук? Вскоре такую программу планируют ввести и в других дошкольных учреждениях. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика.